Как только перспективы получения Украины без виза стали очевидными, спрос на получение загранпаспортов нового образца резко вырос. Хотя весна и начало лета всегда горячее время для сотрудников миграционной службы, рассказали нам в ведомстве. Первое, всегда в мае и июне наплыв из-за того, что открытие курортного сезона, открытие сезона отпускников, детки едут на отдых. Плюс в этом году еще больше увеличился список стран, которые не пускают детей без отдельного паспорта. Соответственно, мы имеем отпускной режим, безвизовые введения режима и необходимость документирования детей все в одном флаконе в один промежуток времени. Сегодня здесь на Преображенска 44 ежедневно принимают документы у нескольких сотен человек, желающих оформить биометрический паспорт. Сейчас мы работаем в том режиме уже на пределе возможностей. Если норма на обслуживание одного человека 20 минут, 15-20, то мы поставили 10. То есть это минимальное время на рассмотрение пакета документов, фотографирование человека, снятие отпечатков пальцев. Те, кто ценит свое время, могут записаться через интернет в электронную очередь на сайте Миграционной службы Украины. При этом специалисты призывают быть бдительными, чтобы избежать случаев мошенничества. При записи в электронную очередь она именная. Очень бы просила наших граждан в коем случае не пользоваться услугами мошенников. У нас в интернете сейчас огромное количество объявлений. Продается очередь. Она именная, она продаваться не может. То есть записываясь в интернете или получая талон, обязательно вносится фамилия, номер серии гражданского паспорта. Для оформления биометрического паспорта необходимо иметь при себе ряд документов. Взрослые с 16 лет люди подают гражданский паспорт. Гражданский паспорт независимо в виде он у вас, книжечки или ID-карточки. Независимо от места прописки вы экстрадиториально можете обратиться в любое подразделение Миграционной службы, ЦНАП, ДП, документ. Независимо где вы зарегистрированы. При этом идентификационный код по возможности он вносится в анкету. Фотографии делать не надо. Фотографируем мы сами. Других документов, кроме паспорта и по возможности кода, не требуется. Для оформления детского паспорта присутствие самого ребенка не требуется, сообщила Алена Погребняк. Мы с нуля до 12 лет оформляем биометрические паспорта. Если у вас ребенок маленький, лет до 5-6, нам точно его приводить ни в коем случае не надо. Мы его не поймаем в кадр, мы его не усадим и ничего не сможем с ним сделать. Надо принести одну фотографию 10 на 15 сантиметров. И соответственно надо свидетельство о рождении в оригинале ребенка и гражданские паспорта родителей. А с 14 лет при оформлении биометрического документа необходимо наличие гражданского паспорта, подчеркнула специалист. Еще, к сожалению, мало кто знает, что гражданский паспорт оформляется в Украине уже не с 16 лет, а с 14. Если вы оформляете загранпаспорт ребенку, который достиг 14 лет, в обязательном порядке вам надо получить в начале ID-карточку ребенку. Паспорт гражданина Украины в виде ID-карточки. Он оформляется бесплатно. Сама процедура занимает всего несколько минут. Самое главное – дождаться своей очереди, а потом получить новенький паспорт и строить планы поездок. Планирую поездки. Ну, правда, в октябре, но все равно, чтобы уже был готовый и старый паспорт уже истекает срок действия. Из этого меняю. Я думаю, что еще за счет того, что много людей сейчас подают, было немножко проблематично зарегистрироваться на сайте. А так, в принципе, довольно-таки быстро. Пришли, ровно в 12 было записано, и ровно в 12 мы зашли. Все нормально. Фотографии сделали, оплатили через терминал. Все легко и просто. Ну, пока все нормально.